Когда в темноте стоишься один и звук шагов быстро приближающихся к тебе заставят участиться сердцебиение. Дэддин. Никого рядом нет. Никто не придет на помощь и не услышит твой зову помощи. Дэддин. Один во мраке тьмы пустой улицы. И звон шагов все громче. Кто жаждет догнать тебя или нет? Это всего лишь путник спешащий, так же, как и ты по своих делах. А может быть нет? Нет, нет, нет. Не хочется думать и вспоминать об этом. Ты ведь знаешь, что ночные улицы топающие проглядать мне. Раздольные парковки, выхватываемые из тьмы одной мерцающей лампочкой. Подворотни и дворы, наполненные и залитые безликой тишиной. Вьющиеся бесконечные туннели подъездов с такими широкими одинокими площадками. Это пустая пасть лифта, который только что пришел к тебе. И дверь откроется. Нет, они и не пусты. В них обитают ночные хищники, которые уже вышли на охоту. Ежедневные заметки на страницах сайтов, газет, в новостях, о страшных пересказах наших знакомых и ведают нескрытую тайну. Ночь наполнена преступниками, гопниками, отморозками, бандитами, ворами и грабителем, которым все равно, кому отбить почки и покалечить. Лишь для своей развлекухи и, конечно же, пополнить свой карман насильниками, ищущими такую легкую, беззащитную, мягкую, нежную и столь вожеланную жертву. Маньяками, которые рыщут мечтений, как призраки, после которых останутся лишь пустые буквы, которые складываются в такие простые слова, как пропавшие без вести, алкашами и наркоманами, которым всего лишь не хватило на дозу, а ты как раз подвернулся, как не кстати. А свидетелей ведь нет, а значит разрешено все. Они не остановятся, не достигнув своей цели, а их цель это ты. Сможешь ли ты защитить себя? Владеешь ли ты навыком ближнего боя или уже сжимаешь в руки оружие, которое способно спасти тебе жизнь? Подумай о своих близких, родных и любимых, о том, что ждет тебя завтра и как ты хочешь провести этот год. Каким бы он ни был, но он твой. Каждый еще не прожитый день только твой. А если ты станешь жертвой, преступник завтра снова выйдет во мрак ночи и повторит свой геройский поступок. И очевидно, вновь очередная семья останется разбитой в дребезги, лишившись своего отца, матери, сына или дочки или просто оставшись без близкого друга. Или же получит прикованную до скончания своих дней кровати неподвижное растение, молящие ежедневно смерти, которое всего лишь недавно было полным жизнью человеком. Один вариант хуже второго. То кто должен пережить эту встречу, свидетелем которой будет лишь безликая луна и мелочаливые далекие звезды. Ты или он? Он или ты? Выбор не столь и большой. И возможно, он уж предрешен судьбой, лишь по твоей безрассудности и глупости. И ты не был готов к этой встрече? Или все же знал? Знал, что этот миг не минуем. И подготовился. Этой ночью жертва превратится в охотника. В горле повисох, а дрожь руки рваные и бессмысленные мысли, возможно, которые могут стать твоими последними. Спрятаться негде. Убежать ты уже не успеешь. И времени уже не осталось. Так что ж, мгновение пришло. И ты чувствуешь, что он уже у тебя за спиной. И ты даже уже можешь услышать его неровное и хриплое дыхание. Да кто это? Прохожий ли враг? Пришло время узнать. Обернись.